На два фронта полный спектр услуг своим клиентам предлагал работник одной из служб такси. Помимо трансфера водитель обещал пассажирам обеспечить еще и релакс-программу. Правда, это уже за дополнительную плату. Если конкретнее, то положительные эмоции мужчина гарантировал после употребления гашиша. Наркотик можно было приобрести, не выходя из автомобиля. Ну а качество и гарантия дурмана, честное слово продавца, мол, испытано на себе. Перечень услуг изучила и Карина Пашкова. Видите, полимерный пакет, внутри которого спрессованное вещество растительного происхождения. Зелье зеленого цвета оперативники обнаружили у работника одной из служб такси. Находку стражу порядка сразу же отправили на экспертизу. Проверка подтвердила, в машине везли действительно гашиш. Надо отметить, мужчину брали с поличным. В автомобиле такси после очередной сделки был задержан водитель, у которого обнаружено и изъято особо опасное наркотическое вещество гашиш. Общим весом 32 грамма. Товар водитель такси предусмотрительно хранил в различных местах автомобиля. Часть дурмана нашли в подлокотнике. Еще несколько граммов на приборной панели. Обнаружен был гашиш и в кармане куртки самого продавца. Известно, что 33-летний меньшанин приобретал гашиш через интернет-магазин, потреблял сам и предлагал данный товар своим пассажирам. Как долго таксист промышлял продажи гашиша, пока сказать сложно. Это установят в ходе следствия. Помимо дурмана, у мужчины нашли и приспособление, с помощью которого он сам курил наркотик. Зачастую сами сбытчики наркотиков уверяют, мол, дурманы растительного происхождения безвредны. Здесь уместно напомнить о неизбежности наказания. Сейчас в отношении задержанного продавца гашиша возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 328. Незаконный оборот наркотиков. Санкция данной части статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. Отмечу, раньше в сводках милиции имя мужчины не фигурировало. Карина Пашкова, Александр Горбачев, Зона Х, Минск.